Ответ на вопрос, чем занимались Кадыровы во время Российско-Чеченской войны. Они занимались облагораживанием своего участка, строительством. Когда у нас народ погибал, когда люди воевали, надо заниматься саморазвитием, не лезть ни в какие ненужные темы. У нас есть свой враг на своей земле, у нас есть своя проблема, свои задачи, свои цели. Да, мы должны воспитывать, но это не значит, что мы теперь должны нести ответственность за чужие преступления. Очень часто мне задавали вопросы по поводу того, чем занимался Кадыров, старший, младший, в общем, все эти Кадыровы во время Российско-Чеченских войн. Типа они воевали, где они были. Я обычно всегда говорил, что они нигде не воевали. Они там либо танцевали, либо еще на тракторе призывали других воевать, сами при этом не воевали. Но сегодня Кадыров официально сам признался, чем он занимался во время Первой Российско-Чеченской войны. Это показали по местному каналу ЧГТРК «Грязный». Давайте послушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... По местному каналу ЧГТРК «Грязный». Продолжение следует... Для тех, кого интересовал вопрос, чем Кадыров занимался во время Российско-Чеченской войны, вот он сам вам рассказал. Он говорит, что у них был участок земли на окраине их родового села, после юрта, и во время первой Российско-Чеченской войны, я специально акцентирую это внимание, он говорит, что под бомбами, то есть на тот момент бомбили, отец говорит, нас привез на этот участок Кадырова и его старшего брата Зелимхана, который вроде как от передозировки умер. Нас привез, говорит, на этот участок и сказал, почему, говорит, у вас, почему вы, будучи живыми, вы как будто мертвы? Они спросили, а в чем типа дело? Он сказал, ваш участок земли, он не огорожен, здесь нет забора, там, говорит, просто такие колышки стояли, было обозначено этот участок. И отец, говорит, нас заставил во время войны под этими бомбежками, значит, поехать в лес, там, привезти эти какие-то шпалы, в общем, сделать ограду на этом земельном участке. Во время войны, вы понимаете, вот ответ на вопрос, чем занимались Кадыровы во время Российско-Чеченской войны, они занимались облагораживанием своего участка, строительством. Когда у нас народ погибал, когда люди воевали, в том числе Кадыров призывал нас выходить и воевать, призывал мужчин, не только мужчин, но и женщин, не спрашивая у своих мужей, у своих отцов, женщин он призывал выходить и воевать против России. В это же самое время Кадыров огораживал территорию на своем участке в Родовом селе. Вот чем занимались Кадыровы во время Российско-Чеченской войны. Поэтому больше не спрашивайте об этом, больше не спрашивайте, воевали ли Кадыровы против России, не воевали, это все чушь. Никто из семьи Кадыровых не воевал, у них отец призывал других воевать, а сами они в это время занимались строительством забора на своем участке в Родовом селе. Томсон не считает, что наши чеченцы сами виноваты, что нас опасаются. Наши толпами уезжали в Сирию, хотя исламские ученые говорили, что там беспредел и не надо туда ехать. Наши часто делают не обдум. Не считаю. Сколько, если ты по процентам соотношения посмотришь количество чеченцев в Сирии и количество арабов, то это колоссальная будет разница. Чеченцев будет в разы меньше, чем арабов. Однако никто не считает арабов террористами, опасными и так далее. Здесь дело не в этом. Вот эти вот, вот такие вот ваши мысли, я понимаю, что это не оправдывается. То, что у нас наши там ездили в Сирию, это не оправдывается, это плохо. Над этим надо работать, надо разъяснять, это понятно. Но говорить теперь мы с нами виноваты, у нас там кто-то поехал в Сирию, теперь мы все до конца своих дней должны здесь отвечать за это. Это настолько неправильный подход к этому вопросу. Мы не несем ответственность за тех, кто ехал в Сирию, мы не несем ответственность за того, кто убил учителя. Мы не несем никакой ответственности. Люди сами несут ответственность. Те, кто это совершили. Нет никакой коллективной ответственности. Поймите это. У нас, к сожалению, нам такую репутацию сделали российские спецслужбы, что обычно, когда человек рождается, ребенок, то родители делают из этого ребенка либо хорошего человека, то есть воспитание. Они его воспитывают, родители, окружение, друзья, общественность. Они делают из него либо хорошего человека, давая ему хорошее воспитание, либо, если они ему не дают этого воспитания, не пускают его как-то на самотек, то из него становится не очень хороший человек. Это стандартная ситуация для всего этого мира. Кроме чеченцев. У чеченцев не так. Чеченец не рождается просто ребенком. Чеченец рождается террористом. Он родился, и он уже по умолчанию террорист. Опасный для всего этого мира. И вот далее уже родители и вообще весь этот мир, общество, должны его исправить, сделать из него нормального человека. Понимаете, как у нас это работает? Но это не так. Это то, что сделала пропаганда российская. И не только российская. И если мы сами теперь еще будем с этим соглашаться, что да, мы сами вот виноваты. Да, мы, конечно, виноваты. Мы виноваты своим безразличием. Вот чем мы виноваты. Мы виноваты безразличием, когда у нас по беспределу людей депортируют, и десятки тысяч наших соотечественников просто плюют на это. Едут к себе на работу, к друзьям, выезжают там таксовать и так далее. Вот в чем наша проблема. Но ответственность за чужие преступления мы не несем. При этом я не говорю, что мы не должны работать, что мы не должны исправлять свое общество, что мы не должны воспитывать его. Нет, мы должны. Мы должны объяснять, что не надо ехать в Сирию, не надо никуда вообще ехать. Надо заниматься саморазвитием, не лезть ни в какие ненужные темы. Но у нас есть свой враг на своей земле, у нас есть своя проблема, есть свои задачи, свои цели. Да, мы должны воспитывать. Но это не значит, что мы теперь должны нести ответственность за чужие преступления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok